Шестой микрорайон пересечения улиц Фокина и Березовая. Тут всегда довольно интенсивное движение и нередко случаются аварии. Очередной рейд в рамках проходящего сейчас в муниципалитете раунда «Маленький пассажир. Большая ответственность» было решено провести именно здесь. Мы еще раз напоминаем о правилах безопасного поведения. Вручаем сегодня и листовочки, еще раз разъясняя, какие нужно и необходимо использовать детские удерживающие устройства. При определенном весе, росте ребенка. Желаем хорошей погоды, хорошего настроения. Виновчанин Родион Науменко утверждает, что всегда использует автокресло при перевозке ребенка в машине. Но сегодня впервые пришлось нарушить правила. Единственный случай так получился. Просто очень опаздываем. Спешили на тренировку ребенка, везли. И так как идти занимает время, вот взяли каршеринг машина, стояла рядом. Взяли машину и так получилось, что не оказалось кресла в машине. В связи с этим, да, как бы вину признаю, знаю, что нужно ездить с детским креслом. Итог такой спешки – административные протоколы. Штраф в размере 3000 рублей. На тренировку ребенок, увы, опоздал. Но большинство водителей, как показал рейд, не пренебрегают правилами безопасной перевозки. «Всегда используется автокресло?» «Конечно, конечно, всегда. Это безопасность ребенка в первую очередь. «Конечно, как безопасность?» «Почему, как считаете?» «Ответственность, безопасность». В 2021 году на дорогах Московской области произошло 184 ДТП с участием несовершеннолетних пассажиров, в результате которых 16 детей погибли и 210 получили травмы различной степени тяжести. При этом каждого пятого ребенка, ставшего участником аварии, родители перевозили с нарушением правил. Не подвергайте своих детей опасности. Всегда используйте при перевозке маленьких пассажиров автокресла. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошелева. ВИНН-ТВ.